Ты сейчас где работаешь? У меня собственный бизнес небольшой, которым кормлюсь. Правда, много-много делают усилий, чтобы он не состоялся. А ты сам учился в педагогическом университете? Я начинал учиться в педагогическом, потом перевелся в госсоциальный университет, потом в Балтийский университет, потом в Российский государственный университет. Так, переводился и заканчивал, я жил в Москве. По какому предмету? Преподаватель психологии. А ты учителем? Работали, нет? Нет. Я учился очень много психологических тренингов, проходил очень большое количество. И у меня есть даже какие-то сертификаты, что я могу быть бизнес-тренером. То есть у меня есть сертификаты, я могу преподавать бизнес-тренинги для бизнесменов. А в этом отрасли ты работал? Нет, я знаю нескольких. Тут тоже достаточно хорошие бизнес-тренинги. Но и Столская школа бизнес-тренера отличается. Я работаю в американской школе, и она отличается от американской школы. Хотя очень похожа. Но это надо быть постоянно в... Даже я помню, мы знакомились с... То есть когда вот, допустим, республика начиналась, их же очень там тренировали. Бизнес-тренеры тренировали, подготавливали, и система была сделана, и поздно подготовил. Эти элементы, эта система в ночном дозоре тоже существует. Потому что здесь психология, здесь какие-то отношения, все это выстраивалось. И там их готовили, и они... Есть эстонцы очень профессиональные в этом среде. И это нужно заниматься этим бизнесом. Это надо учиться, постоянно участвовать в тренировках, в обучении. Ну, как бы, просто этим заниматься, ну, этим жить, да. То есть, тренировки было и мое. Я просто не представляю, как каждый выходной там садиться, начинать там переориентацию, там, процесс психологического обучения, предусматривать первый шаг всегда, когда люди приходят в группу, это переориентация. То есть, они приходят со своими мыслями, со своими ощущениями. И первый шаг их должен переориентировать, чтобы они стали более восприимчивыми к обучающим элементам. Открылись, как-то в чувства пришли. Таким образом они способны будут учиться лучше воспринимать. Причем не просто информацию, потому что мы можем воспринимать информацию, но информация – это просто информация. А люди должны воспринимать знания. Знания от информации отличаются тем, что человек, который имеет знания, он может их использовать. Информацию ты можешь просто использовать как информацию, но ты не можешь своими личными качествами использовать это для обучения, для передачи, то есть, именно, чтобы заменить жизнь на день. Поэтому знания всегда эффективнее, чем информация. Вот. И для приобретения знаний необходимы определенные качества, которые надо обучаться. Поэтому, конечно, я так много всего философского концепции рассказал, конечно, для того, чтобы быть учителем или преподавателем, необходимо обучаться постоянно. Быть подготовленным. У меня, как бы, я такую целью себе не стал. Может быть, когда-нибудь, там, значит, из какое-то количества времени я решил вернуться в это, начну заниматься какими-то там обучающими вещами. Мне кажется, у меня бы получилось, потому что мне постоянно просят консультации, даже платные. Но почему-то больше по семейным вопросам. У меня у самого, как сапожник без сапог, странные отношения со своими, там, бывшими женами. Тем не менее, вот именно, вопросов консультации, но надо учиться. Самый первый путь, это, первое, это учиться. И второе, это, скажем, быть культурным человеком. То есть восприимчиваем культуре. Не важно, причем культура, она не имеет национальности, она имеет особенности. Вот. Мы, абсолютно, я абсолютно нормально воспринимаю сходскую культуру. Я понимаю просто разницу весовой категории, там, то есть в английской культуре, да, с ее, там, глобальной мощью, да, там, с ее влиянием, там, или русской культурой, да, и эстонской культурой. Ну, как бы, весовые категории разные, в силу того, что маленькая, маленькая историческая память. И когда мы знаем вот эту вот информацию, у нас есть, ну, вот, есть один, там, пласт культурный, второй, третий, мы можем сравнивать, и мы даем предпочтение, это нормально, да, но нас хотят вынудить, там, давать предпочтение насильственным способом, там, другим ценностям, может быть, которые нам и близки, но они не столь актуальны, как, допустим, другие ценности, которые мы хотим исповедовать. Они не являются, там, незаконными, это просто культурный пласт другой, российская культура. Это правильно, да, то есть люди хотят верить в православную церковь. Ну, есть какие-то другие ценности, да, ходить в церковь, молиться, там, не знаю. Вот, но это большая опасность, мы тогда иногда наблюдаем таких интересных людей, вот, после того, как мы приходим, например, молиться в храм, такие интересные люди, которые приходят и молятся вместе с нами. Ну, как они это интересно делают, там, не знаю, там, снизу вверх, там, еще как-то. То есть крестец неправильно, на бахараньке подходят, говорят, ну, вот, опять капошники там, каких-то прислали там. Сейчас они вроде научились креститься, то есть уже мы их тоже видим, они приходят, но они уже умеют. То есть это, слава Богу, культурное воздействие. Вот видите, уже есть люди, которые умеют креститься. То есть теперь они наблюдают с нами правильно креститься. И слава Богу. Тебя все время наблюдают, каждый день? Я не знаю, я думаю, что у меня, наверное, конечно, все там стоит, все слушается. Здесь тоже? Я думаю, нет. Зачем? И смысла нет. То есть где-то наблюдают, где-то телефон слушают, где-то какие-то слежки непосредственно делают. Ну, как бы все время за мной ходить, но нет смысла. Ну, просто, ну, смысл, ну, зачем? Ну, как бы это жили свои деньги. А потом Линтер это такой гад, он же возьмет, сфотографирует, там, и снимет на видео, поставит в интернете. И потом что они будут делать с этим? Ну, ничего они будут делать. А эти, это видео есть у тебя, которые делают в Латвии? Конечно, у меня есть. В Латвии есть. Ссылки есть, у меня с собой даже где-то был. Все это есть, и видео, все это есть. И в интернете тоже есть? Да. Уже, да? Тут там поставили, в интернете, да? Да, поставили, там, мои коллеги, когда я вот скоро приехал, поставили. Можно найти там, где-то есть оно там. В газете Вести, за 17 число там есть это видео. Оно не полностью, он двухминутный идет. А там минута 29, ну... Вести, это здесь не эстонские вести? Да, 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 эстонские вести. Они поставили. Так что такие дела. Ну что, заканчиваем, наверное? Ну... Ну...